Виктор Акадьевич Тютин Дорогие товарищи, вступая в борьбу, необходимо знать своего врага, необходимо знать его сильные и слабые стороны, осознавать, за что ты борешься, видеть конечную цель этой борьбы. Необходимо изучать историю борьбы, особое внимание уделяя анализу причин поражения. Сегодня, когда после разрушения СССР и собрался капитализм в России, многие считают, что империализм вновь охватил весь мир и все страны интегрированы в международную систему империализма. Однако это не так, как убедительно нам доказал Дмитрий Юрьевич. Мир поделен на два лагеря. Это страны социалистические и страны с государственным монополистическим капитализмом. Несмотря на значительный спад рабочего коммунистического движения, в некоторых капиталистических странах сохраняются, даже укрепляются коммунистические партии, такие, например, как коммунистическая партия Греции, которая сумела в основном освободиться от ревизионизма и оппортунизма. Борьба с империализмом продолжается, хотя и не теми средствами, не с тем размахом, как в период советский. Борьба за социальный прогресс. Есть борьба за свободное всестороннее развитие каждого члена общества и развитие совершенствования общественных отношений. Более чем столетняя история существования империализма показала, что он может изменяться, приспосабливаться к техническому прогрессу, приспосабливаться к заменяющимся запросам общества, научился сглаживать циклические кризисы, но, тем не менее, не утратил своего паразитического реакционного хищнического характера. Не оправдалась теория ультраимпериализма Карла Каутского, который нынешние негаты марксизма рядят в одежде либерального глобализма. Межимпериалистические противоречия оказались непреодолимыми, несмотря на все союзы империалистов, военные, экономические, политические, международные договоренности. Все это не предотвращает межимпериалистических конфликтов, не предотвращает то, что мы называем экономической борьбой, или в прессе называли войной санкцией или торговыми войнами. Мы это видим, обмен санкционными действиями сейчас разворачивается между ведущими империалистическими державами. Характеристику империализма как капитализма загнивающего, паразитического, дал в обновлении в своей работе империализм как высшая стадия капитализма. Империализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые несут повсюду стремление к господству, а не свободе. Реакция по всей линии при всяких политических порядках, крайнее обострение противоречий и в этой области результат этих тенденций. Особенно также обостряется национальный гнет и стремление к аннексию. Капиталистическая монополия, это результат капиталистической конкуренции, порождает стремление к застой и загниванию, поскольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а значит и к любому другому прогрессу движению вперед. Громадное накопление денежного капитала вызывает рост слоя лиц рантье. Рантье это те, кто не участвует в производстве материальных и духовных благ. Кроме того, вывоз капитала налагает подчеток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких из океанских стран и колоний. Паразитизм, застой и загнивание неизбежно отражаются на состоянии рабочего движения рабочих партий в империалистических странах. Получение монопольно-высокой прибыли капиталистами одной из многих отраслей промышленности, пишет Ленин, одной из многих стран и так далее, дает им экономическую возможность подкупать отдельные прослойки рабочих, а временно и довольно значительно меньшинство их, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных. Так создается связь империализма с оппортунизмом, которая сказалась раньше всех и ярче всех в Англии. Сейчас мы это ярче всего наблюдаем, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Империализм – это капитализм, и значит борьба с ним имеет классовый характер. Только рабочий класс интереса, который диаметрально противоположен интересам класса капиталистов, способен вести непримиримую упорную борьбу против империализма. Только партии, незыблемо стоящие на позициях рабочего класса, способны руководить этой борьбой. Только государства, где установлена диктатура пролетариата, способны противостоять империалистической агрессии, при этом не преследовать собственных своекорыстных интересов. Успех в борьбе с империализмом определяется борьбой внутри рабочего движения, внутри коммунистической партии и социалистического государства. В истории современности находим подтверждение словам Ленина о том, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против импортунизма, есть пустая и лживая фраза. Спустя более чем полвека после написания Владимиром Лениным работы «Империализм как высшая стадия капитализма» в июле 1969 года в Москве прошло международное совещание коммунистических и рабочих партий, которым приняли участие представители 75 партий, в том числе из различных стран мира, в том числе две партии, находившиеся в подполье. Примечательно, что Компартия Китая не принимала участие, в совещании делегаций коммунистической партии Кубы принимала участие в качестве наблюдателя. Что с этими странами произошло сейчас? Из стран-участник в конце 80-х и начале 90-х произошла реставрация капитализма, включая СССР, а остальные так никогда и не дошли до социалистической революции. Этим совещанием был принят документ «Задача борьбы против империализма на современном этапе и единства действий коммунистических и рабочих партий всех антиимпериалистических сил». Что это было за период, уже говорил Александр Сергеевич. Уже прошел 20-й съезд, давший начало клеветнической кампании по преодолению культа личностей. 22-й съезд, на котором была принята программа партии, третья программа партии, откуда было выкинуто положение о диктатуре пролетариата и объявлялось о построении общенародного государства. То есть полным ходом шла подготовка к реставрации капитализма в России. А участники совещания констатировали, что в мире развертываются мощные революционные процессы. На первой странице появился первый лодинг. «Сложившаяся обстановка требует единства действий коммунистов всех антиимпериалистических сил, чтобы максимально используя новые возможности развернуть более широкое наступление на империализм на силы, реакции и войны. Опасность такого неразборчивого объединения состоит в том, что некоторые антиимпериалистические силы оказываются прямо реакционными». Об этом писал Владимир Ильич Ленин. «Так как политическими особенностями империализма являются реакции по всей линии усиления национального гнета в связи с гнетом финансовой олигархии и устранения свободной конкуренции, то мелкобуржуазная демократическая оппозиция империализму выступает едва ли не во всех империалистических странах начала XX века. Слияние этой мелкобуржуазной, реформисткой, экономической в основе своей реакционной оппозиции Владимир Ильич ставит вину Каускому, когда говорит о разрыве Кауского и Каускианства с марксизмом. Неправильная оценка национально-освободительного движения привела к возникновению абсолютно не марксистской теории так называемого некапиталистического пути развития, которые всплывают в первом и третьем разделе документа на ходе своего развития. В борьбе против национально-освободительного движения империализм упорно защищает остатки колониализма, с другой стороны старается воспрепятствовать методами неоколониализма, экономическому и социальному прогрессу развивающихся государств, стран, завоевавших национальный суверенитет, пишется в этом документе. Для этого наказывает поддержку реакционным кругам, тормозит ликвидацию остальных социальных структур и стремится затруднить развитие по пути к социализму или по прогрессивному, некапиталистическому пути, открывающему социалистическую перспективу. Что это за таинственный некапиталистический путь, которым можно пройти прямо в социализм, минуя пролетарскую революцию? Какой класс осуществляет диктатуру посредством государства, идущего по некапиталистическому пути? В статье обострении империалистической конкуренции в Юго-Восточном Средиземноморье и на Балканах глава КПГ Погенос пишет, «Попытка Советского Союза развить экономические отношения и даже союзы с рядом капиталистических государств против более сильных империалистических держав была приемлемой и понятной, поскольку таким образом СССР ослаблял единый фронт империалистов, отрывал от него силы, пусть даже и временно, и использовал эти противоречиям империалистическом лагере». Проблема была в том, что это конъюнктурное государственно-политическое решение, которое проявилось на экономическом, дипломатическом, а в некоторых странах и на ином уровне, было заведено в принцип, в теорию, а так называемый, в некапиталистическом пути развития. В этих странах, связанных к представлению о мирном переходе, привело коммунистические силы и рабочее движение в хвост буржуазных сил. Интересный абзац о экономической аспекте. Вообще очень мало в этом документе посвящено именно экономическим аспектам. В основном это касается, конечно, политики империализма. Но есть интересный абзац, который мне хотелось бы зачитать из этого документа. Современный империализм, стремящийся приспособиться к условиям борьбы двух систем, к требованиям научно-технической революции, обладает некоторыми новыми чертами, усиливаясь его государственно-монополистический характер. Все шире используются такие рычаги, как стимулирование государственно-монополистической концентрации производства и капитала, перераспределение все большей части национального дохода, предоставление монополиям военных заказов, правительственное финансирование научных программ развития промышленности, научных исследований, и составление программы развития в масштабе страны, политикой империалистической интеграции, новые формы вывоза капитала. Интересно, что реставраторы капитализма в России в 90-е годы действовали строго по противоположным рецептам, что неизбежно привело к ослаблению страны. Второй раздел задач посвящен антиемпериалистическим силам, из которых решающей названа мировая система социализма, поддерживающая всякую освободительную борьбу. Но в этот момент мировая система социализма была уже подорвана. В сам ее сердце в СССР были запущены процессы, которые поведут ее к раку. И в задачах, о которых я сейчас говорю, это находит свое отражение. Отказ от диктатуры пролетариата здесь подан завуалированно. Ведь многие из товарищей коммунистов помнят слова Ленина о диктатуре пролетариата, как о том оселке, который отличает марксиста от мелкого и крупного буржуа. Читаем уже на следующей странице. Социалистический мир вступил теперь в такую полосу развития, когда является возможной защитительно полнее, и использует могучие ресурсы, заложенные в новом строе. Этому способствует разработка и внедрение более совершенных экономических форм, соответствующих потребностям зрелого социалистического образа. А как же Владимир Ильич, разъяснявшийся, что социализм или коммунизм в первой фазе является незрелым и неполным коммунизмом? Строительность социализма, который уже был построен в середине 30-х годов, его дальнейшее совершенствование зиждется на поддержку и счастье инициативы широчайших народных масс. Коммунистическая партия выступает как авангард всего социалистического общества. Раскрывается и подмененный в третьей программе партии цель социалистического производства. Вместо полного благосостояния и свободного всестороннего развития выдвигается ускоренное экономическое развитие и удовлетворение потребностей всех членов общества. А еще мы узнаем из этого документа, что в природе социализма нет таких противоречий, какие присущи природе капитализма. Несмотря на то, что социализм, как вышедший из недр капитализма несет на себе родимые пятна капитализма, что не преодолены полностью классовые различия и вообще в мире нет ничего не противоречивого. В капиталистических странах, согласно задачам, рабочий класс является главной движущей и мобилизующей силой революционной борьбы всего демократического и антиимпериалистического движения. Что это значит? Это значит, что вместо того, чтобы бороться за свои коренные интересы, рабочий класс, благодаря своим вождям, вынужден плестись в хвосте буржуазной демократии. Авторы задачи идут на прямой подлог, выдавая реформистские воззрения за положение марксизма-ленинизма. Радикальные преобразования, которые будут достигнуты в борьбе против монополий, против их экономического господства и политической власти, будут способствовать осознанию все более широкими массами необходимости социализма. По аналогичному поводу Владимир Ильич Ленин писал, «Каусский порвал с марксизмом, защищая для эпохи финансового капитала реакционный идеал, мирную демократию и простой вес экономических факторов. Ибо этот идеал объективно тащит назад от монополистического капитализма к немонополистическому, является реформическим обманом. Для достижения этих целей рабочему классу и его авангарду в задачах предлагается блокироваться со всеми слоями, кроме популярных ныне представителей ЛГБТ». Итак, мы видим, что неизбежно изменение в программе партии, отказ от диктатуры пролетариата, отказ от государства диктатуры пролетариата, идет к тому, что и в международной политике также картина меняется. И вот эта вся гниль религиознизма и оппортунизма, она проникает в том числе и в международное антиимпериалистическое движение. Мы видим, что результатом вот этих проникновений ложных идей, искажений марксизма явилось то, что рухнула мировая система социализма. Осталось только несколько стран, которые, как мы видим, еще раньше отошли, так сказать, от этой вакханалии. Но империализм никуда не делся, империализм продолжает существовать. Мы видим, что он становится более агрессивным, он становится более наглым, естественно, не получая прямого отпора без СССР и социалистических стран. Но, тем не менее, разрушение СССР и становация капитализма имела для империализма двоевкие последствия. С одной стороны, образовались новые рынки, была разрушена крупнейшая монополия, которая создавала колоссальную конкуренцию. Об этом тоже говорили, что вся советская экономика функционировала как единая фабрика, как единая монополия. К тому же, она была не подвержена циклическим кризисам. Ну и исчезло военное сдерживание. С другой стороны, выселение капиталистического гнета, национального гнета, падения уровня жизни, прощания с последними иллюзиями граждан бывшего СССР, мечтавших работать как при социализме, получать как при капитализме, и сохранить при этом все социальные блага от государства, привели постепенно к возрождению интереса к марсизму-ленинизму. Медленно, но верно разворачивается рабочее движение, находившееся в глубоком кризисе с начала 60-х годов. Активизируются коммунистические партии, постепенно освобождающиеся от ревизионистских и протеонистических воззрений их носителей. Современный империализм, объединив все рынки в один общий рынок, создал предпосылки для революции в мировом масштабе. Как же должны коммунисты бороться с империализмом? Я заканчиваю еще одну минуту. Чтобы победить. В работе «Градящая катастрофа и как с ней бороться» Владимир Ленин писал, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материалистическая подготовка социализма. Есть преддверие его, есть та ступенька из столичной лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемым социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. Победа Великой Октябрьской революции, опыт построения социализма в СССР и в других соц. странах полностью доказали это положение Ленина. Таким образом, ни аннексия, ни агрессивная внешняя политика, ни господство монополии, ни ограничение свободы определяют основной вектор борьбы с империализмом, а необходимость перехода на следующую ступеньку исторического развития. Перед рабочим классом России стоит задача организации из класса в себе в класс для себя, создания партии рабочего класса, завоевания политической власти. Как показала история, только рабочее правительство способно прекратить империалистические войны и нанести решающий дар империалистической системе. Борьба с империализмом для современной России – это прежде всего борьба за власть Советов, за свое осуществление социалистической революции. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТР 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 Продолжение следует...